Итак, дорогие друзья, в шаге 41 мы подошли к пониманию, как написать динамическое обновление фигур в Киви. Курс посмотрите, я хочу другое обратить сейчас ваше внимание. Значит, здесь важно обратить внимание именно на домашнее задание. Мы, понятно, что в курсе мы 40 минут рассматривали 4 строчки кода. Но я считаю, что когда больше, это не меньше. Важно очень понимать, чтобы действительно писать. Но все-таки я прямо сейчас обращу ваше внимание, перед тем, как вы вообще будете делать, что именно мы рассматривали в отношении функции Calide Point. Конечно, я понимаю, кто первый раз смотрит видео, это ни о чем не говорит. Но тот, кто будет проделывать уроки, поэтому я говорю, что это архиважно. Даже если вы первый раз смотрите это видео, то стоит прямо сейчас запомнить, что я вот здесь описал, что Киви сделан пакет изначально как пакет множественного касания. На сегодняшний день ни один фреймворк, ни один, не делает того, что делает Киви. То есть другие фреймворки перестраиваются. Просто когда начиналась работа над Киви, широкого применения множественного касания еще и не было. Об этом только шли разговоры. Киви же сразу взял на множественное касание экрана. И данная функция вот в Киви, просто чтобы знать, да, она считывает все. Она делает практически всю работу за нас. В других бы фреймворках пришлось написать кучу кода. Здесь все делается просто. Поэтому в этом курсе я не раз повторил. Вот если мы перейдем к курсу, то везде я говорю о домашнем задании. Хотя урок полноформатный. Я имею в виду, что мы практически написали, а потом 40 минут рассматривали 4 строчки кода. Но я вам говорю, что надо поработать. То есть я вам предлагаю в домашнем задании. Мы с KoldiPoint уже не раз встречались, но мы ее просто упоминали. Сейчас вам надо найти ее в документации обязательно. Эту функцию. И составить себе свою документацию меню. То есть создать эту документацию с этой функцией. И потом по ходу уроков программ просто дописывать туда куски кода. Потому что зачастую у людей при работе с Киви ускользает понимание. Ускользает именно из-за этого момента зачастую. Поэтому я говорю, что, конечно, мы постарались разобрать. Я рассказал уже настолько на пальцах, что поймет ребенок. Но чтобы действительно прийти к тончайшему пониманию Киви. Это тончайшее понимание начинается, в принципе, с этой функции. Так как у Киви все связано с координатами. Но понятно, экран ведь надо как-то размечать, правильно? Мы двигаем там пальцем, касаемся. Все равно это всегда координаты для нутра Киви. Поэтому выполнить домашнее задание обязательно. Обратить внимание на эту функцию, проделать урок, проговорить себе. В общем, все получится. Итак, ну а для людей, которые первый раз начали с этого урока, но интересовались Киви, как найти сайт? Очень просто. spb-tut.ru набираем. Легко набрать, да? Нажимаем еще. И видим здесь Python for Android. И приходите на сайт, здесь адрес длинный, python-android.spb-tut.ru Ну, для гостей вот можно сразу познакомиться, что можно делать на Киви и так далее, и так далее. Ну, а мы уже подошли к уроку. То есть уроки надо проходить по шагам. Спасибо за доверие. Валерий Булсыновский с вами был. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.